Воскресенье Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем наши беседы по посланию апостола Павла к кремлинам. И напомню, что 11 главой послания к кремлинам заканчиваются богословские рассуждения апостола Павла. Они, может, не только богословские, но касающиеся некоторых исторических событий, осмысливаемых через представление о промысле Божьем, через представление о действии воли Божьей в мире. Но в целом это как общий, вообще бывает у всех Павловых посланиях, сначала большой, значительный, более или менее богословский отрывок, которых действительно нам, современным слушателям и читателям, воспринимать без определенной подготовки порой достаточно трудно. Но вот закончился этот отрывок 11 главой, и дальше до конца послания содержится духовно-нравственные наставления по учению апостола Павла, то, что относится к жизни каждого человека, то, что в принципе понятно каждому, если бы только человек обращал на это внимание, если бы он только вникал, внимал тому, что пишет апостол Павел, а лучше сказать, через апостола Павла говорит, свидетельствует Дух Святой, о, если бы мы внимали тому, что написано вообще в апостольских посланиях, особенно вот в этих духовно-нравственных размышлениях, свидетельствах апостола Павла, мы бы понимали очень часто, что наша жизнь, которую мы считаем христианской, совсем не таковая, и понимали бы самые простейшие рекомендации, буквально доступные каждому, нравственные советы, нравственные предписания, которые любой может сделать, хотя бы попытаться сделать, и жизнь человека начнет меняться. Даже если он по разным причинам и не все понимает в богословских рассуждениях посланий апостола Павла. И вот в 12 главе начинаются такие вот свидетельства мысли апостола Павла. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данным неблагодатями всякому из вас говорю, не думайте о себе больше, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую и каждому Бог уделил. Вот небольшой отрывок, я прочитал всего три стиха 12 главы, но вот в одной фразе этого свидетельства сколько много пищи для того, чтобы эту пищу преобразовать в энергию, созидающую нашу жизнь, в корне меняющую наше представление о том, что есть духовная жизнь. Вот ключевым в этом фрагменте является выражение «разумное служение», которое от нас требуется Богом. Разумное служение – это служение разумом, то есть один из аспектов этого выражения – служение разумом, то есть служить Богу нужно разумно, как поется в одном из прокимнов богослужебных третьего гласа строчкой из Салма, что Богу надо петь разумно. Вот, конечно, это не имеется в виду европейский, латинский, эквивалент, рацио, рассудком, вот не в смысле именно такой рассудочной деятельностью мы должны служить Богу, а то, что разумом в смысле всем нашим умом, всем нашим знанием, всем нашей умственной деятельностью, а если мы вспомним, что слово «ум» и слово «дух» по-гречески – это одно и то же, то фактически это и служить всем нашим духом, это духовное, разумное, умное служение. То есть Богу мы служим нашим духом и нашим умом, но Богу мы служим и нашим знанием, все наше знание должно быть посвящено Богу, и все наше знание, вся наша умственная деятельность должна быть посвящена тому, чтобы знать Бога, познавать пути Божьи в этом мире, узнавать Бога во всех проявлениях этой жизни, искать мысль Божью, замысел Божий о самом себе, узнавать эту волю Божью, и все должно в нашей жизни быть наполнено и просвещено таким представлением о Боге, чтобы все каждое наше движение и все, с чем мы соприкасаемся в нашей жизни, чтобы все это славило, прославляло Бог. Вот что имеется в виду под этой фразой «служить Богу разумно». Из контекста того, что мы вот только что прочитали, видно, что это служение невозможно без представления тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу. То есть служение Богу умом, служение Богу духом невозможно без принесения тела в жертву Богу. И, можно сказать, даже и более, что само разумное служение Богу и заключается в принесении в жертву Богу своего тела. Конечно, имеется в виду не в том, что мы должны закладь сами себя, отрубив себе голову, или совершив харакири, или перерезать себе вены на алтаре Господнем. Не в этом смысле, конечно, а в том, что действительно, ведь тело наше – это седалище всевозможных страстей и похотей. После грехопадения, вот так сказать, правильное устроение человека, оно изменилось, оно испортилось. Механизм как бы пришел в расстройство, и вся система ценностей в человеке оказалась перевернутой с ног на голову. И фактически тело должно быть слугой нашего, то есть подспорьем в нашем духовном служении. А фактически каждый из нас наблюдаем, что наоборот, и сердце, и ум, и дух наш, озабоченный только тем, чтобы служить телу. Все тело наше постоянно требует себе всяческих служений. Мы придумываем разные вещи, мы изобретаем какие-то, делаем новинки, новшества, мы занимаемся наукой. Но все это с одной единственной целью, чтобы наше телесное существование сделать максимально комфортным. Мы для этого придумываем, пишем картины, мы для этого припишем книги, снимаем фильмы, занимаемся философией, наукой, изобретением. Но все для того, чтобы ублажить каким-то образом наше тело, чтобы исполнить все его стремления и желания. Для того, чтобы потеплее, покресивее, пороскошнее одеть, построить ему дом, да какой-нибудь действительно так, чтобы нам в нем было комфортно. Ну и прочие более грубые, мелкие, разные похотишки и страстишки. Все в жизни человека построено так, чтобы служить телу. И каждый поймет, что если он, не надо тут каких-то глубоких философских работ читать, каждый по опыту собственной жизни поймет, что если он голоден, если ему не в смысле голоден, что он три недели ничего не ел, а если вот он проголодался так, что вот он уже три часа дня, а он еще ничего не обедал, и у человека начинает ощущать легкое чувство голода, то он ведь ничего не может сделать. Он не может думать, он не может писать, он не может творить, он не может ничего сделать, пока он не удовлетворит с избытком, с излишеством это свое легкое чувство голода. И есть всякие другие телесные страстишки действуют подобным образом и действуют на каждого человека. Никто не изъят из действия вот этих самых телесных страстей и похотей. Поэтому-то, как и говорит в послании к Галатам апостол Павел, что те, которые христовы, они плоть свою распяли со страстьми и похотьми. Вот это распятие тела, то есть не удовлетворение телесных страстей и похотей, а все наше существо должно только заботиться о духовном предстоянии, о духовном служении Богу, вот что требуется от человека. И телесные наши страсти, поскольку все мы рождены по естеству человеческому и рождены, будучи, как говорит царь и пророк Давид, во грехах зачаты, во грехах родила нас мать наша и вот это грешное наше рождение, оно естественно укоренено в нашем естестве и в первую очередь в нашем теле. И вот эту телесность надо, греховную телесность нашу, страсти плотские, похоти плотские, надо все распять и все тело наше подчинить задачам духовной жизни. Поэтому мы читаем в писаниях святых отцов Иоанна Лествичника или Исаака Сирина, любого возьмем святого отца, они говорят о том, что надо умертвить телесные страсти, надо умертвить тело, отсюда пост, отсюда бдение, отсюда воздержание во всем, воздержание в телесных движениях, сдержанное тело, сдержанное движение рук, ног, сдержанное положение всего, всей телесности, особое положение тела на молитве, вот и так далее. То есть вот об этом жертвоприношении распятие тела на кресте заповедей Христовых, оно необходимое условие для того, чтобы действительно духом своим служить Богу. Невозможно. Вот апостол Павел свидетельствует, невозможно служить Богу, духом, никаким образом не заботясь о умышлении телесных страстей и похотей. Мы, конечно, не тело убиваем, ибо без него мы и служить-то Богу не можем, но ту греховность, которая проявляется в телесных страстях и похотях, мы обязаны с этим бороться, и это первейшая начальная стадия духовной брани, потому что пока мы не распнем свое чрево, свое сластолюбие, чрево угодие, горта на бесе и прочие другие страсти, мы не можем ни молиться, ни предстоять Богу, да мы просто книги-то духовные читать даже не можем, потому что нас сон клонит. О чем же больше говорить? Вот об этом свидетельствует апостол Павел. Поклонимся святому Господу Иисусу. И дальше апостол Павел говорит, что мы не должны сообразоваться, далее апостол Павел говорит, что мы не должны сообразоваться с веком сим. Что такое век сей? Век сей это и в принципе весь этот мир, закон мира сего, это мирская жизнь, это мир, лежащий во зле, как говорит об этом Иоанн Богослов, или как он же говорит в первом послании, все, что есть в мире, похоть плоти, похоть отчессы, гордость житейская. Вот все вот это мир, лежащий во зле, мир, постоянно поражающий, цепляющий, уловляющий нас в сеть страстей, вот этот мир, закон мира, он не должен быть для нас никакого значения иметь, он не должен управлять нашей жизнью, мы не должны вообще считаться с ним, мы не должны принимать его во внимание. Весь мир живет по закону страсти, по закону греха, по закону Бога противления, весь мир жестоковыйный, весь мир думает только о том, чтобы каким-то образом поймать человека в сеть гордости, в сеть состолюбия или сребролюбия, жадности, ревности или какой-нибудь другой страсти. И закон, действующий там в мире, он вообще для христианина не указ, он даже не должен приниматься во внимании. Закон греха, по которому живет этот мир после грехопадения. И таковым он и будет до того, когда миру этому и веку этому придет конец, и наступит новый век, будет явлен новый мир, на котором солнцем будет Христос, мир, на котором живет правда, земля, на которой будут обитать кроткие и смиренные сердцем. Вот это первое представление о веке 7. С другой стороны, век сей, поскольку указаны времена и характеристика век, это вообще дух времени как таковой, то есть дух временности, дух изменчивости. А самым ярким в последнее время проявлением духа изменчивости является дух моды, то есть когда законы моды, законы какой-то вот модные сейчас, популярные сейчас, явления жизни, культивируемые сейчас, каким-то образом привлекающие внимание общества сейчас, они вообще не должны никакого значения иметь для христианина. Это все приходящее, это все тленное, это все временное, потому что все это изменчиво по природе, а христианин должен жить как вечный человек, как человек, созданный для вечности. Он, как существо, должен жить неподверженно тлению, как будто он нетленный, как будто он сын Божий, потому что таковым он и призван быть, если он христианин. Конечно, это ставит нашу жизнь на очень, представление о своей жизни на очень высокое представление о самом себе, но мы видим, что именно так святые относились к своей жизни. Помни о том, что ты вечен, помни о том, что ты будешь жить всегда, и тогда мы очень многое не сделаем, и наоборот, ведь дух, который живет в этом веке, в этом мире, это дух страха смерти в первую очередь, это бегство от смерти, это попытка в любом случае убежать, зарыться в любые уголки, в любые бездны подсознания, в любые социальные ниши, любые психологические релаксации от того одного, от смерти, которая неизбежна, неизбывна, которая стоит в человеческой жизни как знамени. Человек встречается со смертью каждый день, встречается со снею несколько раз, видя смерть, слыша об этой смерти из информации, из сказаний, из репортажей, из новостей, встречается смерть регулярно, постоянно люди гибнут в авариях, падают самолеты, совершаются теракты, происходят войны, и просто огромное количество смертей от разных болезней, и так далее. Смерть, некоторая константа, все наши жизни, все каким-то образом расширяющее свое влияние и присутствие в мире человека, и чем весомее действия смерти в жизни человека, тем больше человек пытается от нее спрятаться. Для того, чтобы спрятаться, он и выдумает себе, это своего рода некоторая сублимация, то есть, чтобы не думать о смерти, человек готов думать о чем угодно. Чтобы спастись от страха смертного, человек готов думать о каких угодно страхах, куда переживать даже чужие страхи, что угодно готов придумать человек, только-только, чтобы не стоять перед фактом очевидности своей собственной смерти. Выдумывает все, что угодно. И вот эти выдумки, разные потуги человеческого сознания, которые обеспечивают его, погружают его как раз в изменчивость и в тленность, они все для нас незакон. Они не должны управлять жизнью христианина, который должен жить перед лицом вечности. Он человек. И последний момент, вот, понятие век сей, это может быть понято, как и дух именно нынешнего времени. То есть, христианство в этом смысле никогда не должно сообразовываться с тем, что модно и актуально именно в этом веке, в этот период человеческой истории. Христианство, с одной стороны, всегда новое, потому что оно всегда говорит в рамках вот именно этого временного промежутка то, что люди еще никогда не слышали, то, о чем люди не знали. Христианство, весть о воскресении, весть о победе над смертью, в первую очередь, и над грехом, известие всегда новое, всегда неординарное, всегда субординарное, то есть, всегда свидетельство из ряда вон выходящее. Какой бы век ни сказали о том, что смерти нет и люди воскреснут, всегда это будет восприниматься людьми как нечто новое, потому что смерть это то, что правит родом человеческим. Смерть очевидность и сказать людям, что смерти нет, всегда будет как из ряда вон выходящая новость. Сказать о том, что человек вечен и бессмертен, всегда новое. Сказать о том, что люди должны жить любви, это всегда новое. Люди никогда не привыкнут к этому, и поэтому христианство в этом плане никогда не устареет. Но, с другой стороны, христианство и никогда не будет современным в том смысле, что оно должно проникнуться идеями, актуальными для нынешнего времени. И не только не сделается никогда таким, потому что христианство это то, что укорено в вечности, а не сделается еще и потому, что это неразумно. Потому что ведь стать современным сегодня, это значит, что станешь несовременным завтра. И таким образом, если кто-то погонится за современностью, он обязательно устареет. Христианство новое, потому что вечное. И поэтому оно всегда и будет новым, но именно поэтому никогда не будет современным, потому что оно всегда опережает любое время, в любой временной промежуток. Хотя в веки семь христианство говорит на языке этого времени, говорит о вечных ценностях, о вечной истине, о вечной правде, о вечной красоте. Оно всегда говорит на языке, понятном современному обществу, но это всегда свидетельство о вечности. Когда христианство перестанет свидетельствовать о вечности, если можно представить себе такое состояние, а мы знаем, что этого никогда не случится, тогда оно, наверное, прекратило бы свое существование, потому что вся задача христианства в истории, это свидетельство о вечном, о вечности, силы вечно живущего в церкви Святаго Духа. Поклонимся Святому Христову Воскресенью, Всего прииде крестом радостному миру.